Всем привет! Сегодня находимся мы в районе Нишанташи. Решили так провести шоппинг предновогодний. Сейчас пройдем по магазинам, посмотрим, почем одежда. Встретится нам на пути однозначно, наверное, Зара, какой-нибудь HDM и прочее. Ну, поехали! Я вам расскажу, что за район такой Нишанташи. Первое, что нам попадается сразу, магазин Гуччи. Район Нишанташи, значит, довольно-таки богатый район на европейской стороне. То есть это мы про него уже писали, показывали. Тут также недалеко Долмабахче, поэтому район стал так популярен еще в османские времена. Ну, а в настоящее время Нишанташи – это популярный район среди знаменитостей. Здесь огромное количество кафе, баров, ресторанов. Такие елочки стоят. Очень дорогие бренды тут представлены, наверное, все возможные, какие есть. Вот, например, Rolex, Marina Rinaldi. Но мы в такие, конечно, заходить не будем. Нам надо что попроще. Так к народу поближе. Вот стоит вакка. Все украшено. Сейчас вот день, 12 часов. На улице 13 градусов тепла. Но я думаю, если здесь пройтись вечером, то вот это вот все будет в огне. Все столбы, видно, увешаны гирляндами. Сейчас все отключено. Вот, например, магазинчик Prada тут же. Да, то есть в вечернее время, конечно, здесь будет обстановка 100% прямо предновогодняя. Вот такие Prada штуки устанавливает. Прямо очень большой двухэтажный магазинчик. Есть кафешечки, как я говорил. Но тут ночная жизнь довольно-таки бурно протекает. То есть основные ночные клубы, в принципе, тоже расположены в этом районе. Вот магазин Vakkarama. Уютненько гулять. Все аккуратненько, чистенько. Потому что еще утро не успели закидать. Ну, идемте. Двигаемся дальше. По пути вот такое местечко, где можно присесть. Смотрите, елочка, прямо елочка стоит. Вот это находится у памятника Абди и Пехчи. Кто не знает, это журналист турецкий. Вот здесь вот такая красота. То есть вот красавчик вечером, фоточки будут прям огонь-огонь. Но мы все-таки зашопинг сегодня. Поэтому двигаемся дальше. Вот здесь, да, конечно, все-таки довольно-таки хорошо украшено. Не то, что истеклянь. Смотрите, стоят такие елочки. Торговый центр Сити. Он может быть и не такой большой, но прогуляться зато здесь приятно. Прямо каждые 10 метров по елочке Сифора. Это если вам косметика нужна. Так, продолжаем прогулочку в Массима Дьюти. Наверное, все знают, что это за такое. Тебе в Массима Дьюти не надо? Так, идем. А вам Зара. Идем дальше. А Зару тебе надо, конечно, да? Вот Зара, всеми любимая. Топаем сюда. Этажа 2, видимо, она, да? Так, ну что у нас, Зара? Вот такие брючки висят. Модневые, тканевые. 1700 лир. 3,1 примерно курс. Полушубок такой. Не знаю. Бесценный. Всякие сапоги висят. Пальтушечки у нас. Причем пальтушечки без цены. Прямо очень интересно. Вот такие пиджечки ей. 2,790 лир. Что за цены? Скромное платье. 3,190 лир. Посмотрите. Это прямо вообще никуда не годится. Такая пальтушечка похолодала. 5,190 лир. Где-то 15,000 рублей. Пальтушечка поменьше. 4,590. Ну, тоже в районе 15,000 лир. Вот такие цены. Ну, туфельки. Кому на вечер надо. Всего за 1,190. Ну и раз все идет к Новому году. Посмотрите, какие блестючие есть пиджачки. 2,790 лир. Платья скромные, вечерние. Даже джинсы нынче увешаны стразами. Все блестит. Синенькие. Красивый цвет синий. Платье 1190 рублей. Вот так вот. Марина, что ищешь? Футболочки? Сколько такая стоит? Это 450. 450 лир. Где-то полторы тысячи. Плюс-минус там. Допишешь потом людям точную цену. 1590. Вот такая накидка. Все со стразами. Все под Новый год. 900 лир. Кофточка. Теплая она хоть? Теплая, теплая, да. Огонь. Так, а здесь мы дошли до джинсов еще. Вот джинсы. Просто джинсы. 890 лир. Эти тоже так же. То есть стандартная, видимо, да. Цена на все джинсы 890 лир. 2600 где-то рублей. Теплая кофточка. 1590. Просто легкая такая непринужденная. Сапоги, посмотрите. Нынче мода какая-то неутонченная. Так, сумочки. Смотрим. Сумочка вот такая вот. Смотрите. Огонь. 890 лир всего. Здоровая сумма. А, она не здоровая. Это несколько их тут. Прозрачная. Но это, видимо, летнее что-то. 1500. Батильончики. Батильончики вот такие. 2993 тысячи. Считайте, где-то 11 тысяч рублей. Так, пальтошки опять. 3590 вот это вот стоит. Какой-то вот интересный сарафанчик такой. Платье легкое. 36 евро. 3600. Вот так вот. Здесь вот такое для новогоднего балла. Смотрите, блестящие батильончики. Прямо в стразах все. Все блестит, сверкает. Так, почем у нас такие? 2790 в районе 10 тысяч рублей. Платьишко 1190 лир. 4000 рублей. Это вот такой, как это вот можно назвать? Это блузкая юбка. А это отдельно? Это вот отдельно блузка стоит? 1000 лир. 3600. А юбка 1700. И юбка 1700. Вот такие вот расценочки. Видите? Вот такое платьишко. 1400 лир. Это прям со снежинками, смотри, кофта. Угу. На застежечках. 3 590. Ничего себе, как дорого она стоит. 12 тысяч примерно. Такая не из дешевых. Это сумочки. Простая тканевая. 900 лир. Тоже батильончики. Вот, смотрите, тут батильончики прямо блестящие тоже. Только уже не такие черные. Прикольные на зиму. Угу. На зиму. 2800. Ну, 10 тысяч рублей примерно. Плюс-минус. Кроссовочки у нас такие. Смотрите, с мехом. Полторы тысячи лир. Где-то 5000 рублей всего. Но мех только вот здесь сверху. А внутри меха нет. Ха-ха. Кидалово. Чё, почём бомбер? 620. Вот, 620. Такой невзрачный. Ну, вообще, магазин такой вот. Небольшой. Первый этаж весь женский. Есть ещё вниз. Весь вверх. Видимо, там детское, мужское. Пуховички маленькие. Прям такие снегоступы. Я знаю, здесь нет такой зимы для такого бы. И зачем они их сюда привезли? Ну, пуховичок всего 6 390. 20 тысяч рублей. Такой маленький. Ну, это горнолыжная тут всё, видать. Ну, что ты, нашла себе джинсы-то, нет? Ну, что-то типа такого я хочу. Какие-то серые обычные джинсы. Ну, в общем, мы пошли дальше с ним. Ладно, ничего, она говорит, тут не подходит. Идём дальше. Только начали. Выходим из Манго. Идём прямо сразу в торговый центр напротив. Видите? Там вон Манго. Посмотрим. Выходим из Зары, да, идём в Манго. Всё переплелось у меня уже в голове. Какие флаги большие висят. Ёлочки светятся. Идём, смотрим, что есть в Манго. Вот так выглядит торговый центр. Прямо Дед Мороз уже ходит. Представляете? У нас там чё-то я такого не видел. Всё украшено. Всё красиво. Всё достойно. Лошадка светится. Но это всегда светится. К Новому году хорошо нарядились. Молодцы, одобряемся. Ну, а мы идём в Манго. Да, мама? Красивенькую, базараную. Там есть Карл Лагерфилд. Ну, и там что попроще. Нам надо джинсы найти. Манго. Пошли. Манго тоже. Всё блестючее. Вот такое пальто. Четыре. Платишка новогодняя. Чё почём? Тысяча триста. Тысяча триста. Вообще огонь. Вот так оно выглядит на манекенчике. Ну, недорого. Ну, это для танцовщиц каких-то, наверное. Вот такое платье. Уже в пол. Цена вопроса 2,400 лир. Где-то 7 тысяч рублей. Ещё пальтошечка. Очень неплохая, кстати. Всего 3D300. Задись в косаре. Вообще огонь получается какой-то. Так, джинсы сравниваем. Где дороже джинсы? Манго или Экзария. Кассарь. Подороже будет. Там, по-моему, были по 900. Ну, чё, 3600. Это не единственное, конечно, джинсы. Они ещё и тут вон везде висят. Но у нас ещё есть. Такие кладчики. По 900 лир. Красота. Кожаные штаны. Видимо, опять в моде. Всего 800 лир. Вот так на картинке не выглядит. Кожа. Ну, там, чё подлиннее, видимо, 1300 лир. Ну, ценник не космический. Трикотаж. Тысячу лир. Очень вполне себе даже. Думаю. Недорого, недорого. Манго почему-то не сильно дорого. 2800 за пальто. Ну, где вы такое найдёте? Ну, где? Такого нету. Тулбубчики висят. Сколько такой? Бесценен. Нет. С ценой. 3300. Разных цветов есть. В трёх расцветочках, представьте. 3300. Здесь тысяч рублей. Вообще огонь. Вот так вот. Бархатные туфельки мне вот понравились. Всего за 1000 лир. Смотрите, какой бархат. Прямо прикольно выглядят. Такие фиолетовенькие. На солнышке переливаются. Вот видно, нет. Сапожки. Прямо по колено. Цена вопроса таких. 2200. Ну, такие для нашей зимы. Вот как сейчас. Зачем тебе такая юбка? На Новый год? Деда Мороза вызывать будем. А вот смотри, какое платье. Оно прикольнее. Сколько такая юбка стоит? Тысячу. Тысячу? 3600 где-то. Ой, 3200, ё-моё. 3600. А вот это вот платье гораздо прикольнее. Сколько оно такое? Оно хоть утончённое. 2200. Ну, что, 7000 рублей примерно. Прикольно. Ну, так вот. Всё блестючее. Всё под Новый год. Это же простая кофточка. И то с вкраплениями блестёшек. И стоит 1300. Так, а эти джинсы, что, не дешевле у нас, случайно? Они какие-то попроще выглядят? Нет, так же. 1000 гир. Ну, вот так вот, ребята. Идём дальше. В ампоре Армани курточку себе нашёл. Вообще огонь. Сколько стоит такая? 9300. Ну, 30 тысяч рублей. Вообще, в принципе, ценник достойный. Курточка прикольная. Цвет красивый. Внутри такая, ну, не очень, конечно, приятная, блин. Капюшон. Ну, конечно. Футболочки. Не, ну, как всё-таки выглядит по-новогоднему аж настроение. Сразу к новогоднему куда-то приближается. Появилось у тебя новогоднее настроение? Да. У нас было и снято. Так, в ГЭП, в ГЭП, надо нам заходить? А? Пойдём, пойдём, зайдём. Шель. Вот такая коллекция встречает нас сразу. Ярко-красная. Всё, домашняя. Под Новый год. Так, я себе ничего не ищу. Ну, давайте, мужские джинсики. Почём у нас в ГЭП? Так, 1900 лев. А эти уже 2,300. Ну, вот такие цены. Ну, эти 1900. То есть, от 1900 до 2,300 лев. Мужские джинсы в ГЭП как-то дороже, чем в ЗАРИ. Ну, или это, может, мужской, конечно, отдел, потому что. Вот такая вот красота тут. Ладно, идём в женский. Мне ничего не надо. Там, как обычно, всё для данных. Разве что вот пижаму бы себе такую взял. Штанишки 1300 лир. Прикольно. Ну, а это уже женские. Так, тоже 1800. Так, 1800. Так, 1800. То есть, женские джинсики по 1800. И джачок вот такой уже 4000. Ну, это обычный офис. Вообще, вообще ничем не отличается. Ну, а что, есть здесь выбор джинсов? Ну, вот они мне нравятся. Все реки. Ну, купы тоже стоят полторы. Там 1700, а мужские по 2300 даже попадаются. Тоже вот какие-то блестючие. Это вот что? Это для снежной королевы вот это вот. Кожаные на ощупь, как будто бы. Сколько такая? 2000 лир. 6200 рублей условно. Полушубок такой. Эй, как всегда, 4000 лир. Выглядит как настоящая норка, смотрите. Прикол. И животные не убиты. И шуба есть, да? Что-то будешь мерить, нет? И хочешь, как хочешь. Так, ну, а тут у нас что? Тут тоже домашнее уже пошло. Такое, какое-то разноцветное. Ну, пуховичок. 5000 лир. Вот такие вот модельки. Кофточки такие разноцветные. По 1700. Ну, 5000 за кофту. Но она приятная. На ощупь, по крайней мере. Что-то натуральное в ней есть. Гамаши. И вон джинсы еще висят. Ну, я хочу не светлые. Зима ведь. Зима ведь. Понятно. Наоборот, зимой, наверное, светлая. Веселая такая кофточка без капюшончика, со смайликом. Где у нее цена? 1700. Прикольная. Весеннее. Ой, весеннее. Веселое настроение. Ну, еще вот зайдем в нетворк здесь, в торговом центре. Близюшки, ага, болтаются такая. Нетворк. Так, вот такой пуховичок. 7200. Что там у тебя? Ну, что это за жилетка с мехом? Жилетка с мехом такая. Шиншиллы? Сколько такая стоит? Кофточка. А вот, что? 5000. 5000. 15000 рублей, ребята. Вот такое вот пальтошко. А, или что? Это шарфик. Это шарфик. А пальтошко, она уже будет 9500. Пальтошко такая за 9500. Платишко. Какое-то оно летнее, мне кажется, да? Что-то не в тему. Но оно где-то по акции какой-нибудь. За 2800. За 2800, нет, это точно не по акции. За 9000 можно купить всегда. Вот это вот. Покажи мне. Кожанку вот эту. Сколько? 13300. 13300. Ковбой такой. Ну, наверное, она прям кожаная. Ну, кожаная, конечно, ковбойская такая. Вот штаны такие же, из цвета поприятнее. Прямо как будто ботинки из нее делают. Купайте штаны, вам на кучу ботинок хватает за 12000 рублей. Такие брючки. Дрючки. Кофточка. 5100. Ну, такие тут уже цены. Не такие приятные, конечно. Да, ну и, конечно, вот все для Нового года. Пиджачок. Такой ведущего за 5000 лир. И вот такой вот, я не знаю. Как будто бы это мишуру сняли с новогодней елки. И вот сюда ее весь на этот пиджак пустили. Не очень выглядит, конечно. Ну, издалека, может, конечно. А тут вот такие сладости продают. По-новогоднему украшенные. Три пол. Ну, такая вот мини-кафешечка. Ну, а это Лес Бенджаминс. Про него мы рассказывали. Сейчас мы, наверное, туда и зайдем. Вот так вот внутри выглядит. Ну, вот тут она выбирала, конечно. Но не джинсы. Но и то вперед. Прикольно? Прикольно, да. Сейчас мир принесут. Твою вообще офигеешь. Смотрите, сколько шариков мужик несет, продает их. Там вот еще какие-то новогодние есть. За автобусом. Типа киндер сюрприза. Надутых. Гора. А здесь идет у нас, вот, мама. Посмотрите, купила. Довольная идет. Понравилась эта марка. Уже покупали там. Пакеты мне нравятся у них за черные. Розовые, женские. Мужские зеленые. А женские розовые. Прямо розовые, розовые, женские, женские. Сейчас зайдем в Starbucks. Потому что, как правило, после Нового года цены вот в том году изменились ровно в два раза. Сейчас пойдем еще цены глянем. О чем там. И уже посмотрим, прям, 1 января, что это изменится или нет. Так, цены смотрим. Капучино. Где оно, капучино? Капучино 70 большая. Макеата 87. И так далее. Ну вот, в общем, цены тут будут. Мы их потом сравним. Для прикола. Сейчас возьмем капучино. Пучинчика. Ты расскажи, что купила. Я купила одни брюки. Молодец. Крутая. Вот так вот. Если цены интересны, пишите. Напишем, что, о чем там было. Снимать как-то вообще не было ни с руки. Такая интимная атмосфера. Кофеек взяли. Сейчас вот такая кафешечка тут есть. Кстати, тут он со всякими вкусняшками. Возьмем, пойдем, наверное, что-нибудь. Хотелось бы круассанчик замутить. Такая менюшечка. Можете прикинуть. Цены. А, во, круассанчики. Давай, вот такой круассан, смотрите. Цен жалко, нету только. Кто-то, могут зарядить и 200. Вообще никогда ничего не берите, если цен нет. Это крайне опасно. Вот такой здоровый круассан. 60 лир. Цена его вопроса. Значит, приятного всем аппетита. До скорых встреч. Увидимся. Ставьте лайки обязательно. И подписывайтесь, если понравилось. Горошурус.